Пасмурная погода не стала помехой для активного дня физкультурника на стадионе Икар. Когда начался дождь, участники укрылись в подтрибунном помещении. Там же прошел мини-турнир по шахматам. Праздничная программа не ограничилась одним спортом. Военно-патриотический центр «Авангард» организовал мобильную экспозицию «Завтра зависит от нас». Выставка посвящена специальной военной операции. Посетители смогли узнать о предпосылках украинского кризиса и причинах начала СВО. Как Украина пришла к этим последствиям, как она стала вот этой страной, прокси-страной, где за одно поколение государство потеряло в принципе суверенитет. Иловайск, Идебальцево, Солидар и Бахмут. Эти названия знакомы каждому, кто последние десятилетия следил за новостными сводками. В экспозиции представлено вооружение и снаряжение прямиком из зоны СВО, привезенное волонтерами из гуманитарных поездок. По соседству с выставкой расположились военнослужащие Росгвардии. Они предоставили горожанам возможность своими руками потрогать стрелковое оружие 20 века. Здесь и пистолет-пулемет Шпагина, оружие победы, и самозарядная винтовка Токарева. Были представлены и зарубежные образцы. А для тех, чьи интересы не ограничиваются прошлым веком, реконструкторы из объединения Армир подготовили имитацию старинной пушки. Также все желающие могли обучиться стрельбе из лука. Для тех же, кто все-таки не хотел в день физкультурника оставаться без физической активности, провели турнир по фиджитал-баскетболу. Фиджитал – это спорт, объединяющий в себе соревнования в двух форматах – реальном и виртуальном. Официально в России фиджитал был признан видом спорта в январе 2023 года. Инициативные ребята из молодежной палаты городской думы обратились к депутатам с предложением провести цифровое двоеборье по баскетболу. Парламентарии помогли наладить контакт с Федерацией баскетбола и Федерацией киберспорта. Турнир состоялся также благодаря поддержке администрации и спортивной школы ИКАР. В первую очередь, основной задачей этого турнира – это вытащить ребят из-за компьютера, то есть показать, что с активной жизненной позицией, активный спорт, он точно так же может быть связан и с интерактивным спортом. Ну и, соответственно, мы планируем все это продолжать. Организаторы вынашивали идею турнира уже несколько месяцев. Ранее они провели тестовый турнир, а на день физкультурника сделали его красочнее и масштабнее. Сначала команды играют на площадке, а затем перемещаются к приставке. Там ребята протирают руки, выбирают игроков и играют в баскетбольный матч в спортивном симуляторе. Каждый матч длится 10 минут, либо пока одна из команд не наберет 21 очко. У нас получается 4 команды, все 4 команды играют между собой по кругу, то есть каждая команда друг с другом поиграла, и очки уже будут суммироваться как и на приставке, так и здесь на поле. И под итог уже будет ясно и видно, кто кого обыграл. Динамичную спортивную атмосферу поддерживала музыкальная группа Уэлл Хала. В планах организаторов продолжать развитие фиджитал-спорта в городе, ведь кроме баскетбольных симуляторов существуют еще и футбольные и хоккейные. Так что у фиджитал-направления и перспективное будущее. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить депутата законодательного собрания Рустама Досаева за предоставленную спонсорскую помощь для заполнения призового фонда. И конечно, да, мы как депутаты городской думы, законодательного собрания, заинтересованы в развитии различных молодежных инициатив. Поэтому мы всегда с вниманием относимся к таким инициативам, помогаем их реализовать и тем самым помогаем молодым людям достичь успеха в том деле, в котором они хотят себя реализовать.